Привет, друзья! Сегодня я на фоне вот этой орхидеи и записываю видео очень-очень-очень быстро, потому что моя мама сегодня с день рождения, и мы крошим салатом. Но anyway, в любом случае, мы сегодня с вами будем разбирать опять-таки использование артиклей с определенными словами. Сегодня это school, college, university, bed, prison, jail, and church. 7, 8 слов, 7. Я гуманитарин, не можно ошибаться. Итак, поехали. С существительными school, college, university, bed, prison, jail, и church мы используем с нулевым артиклем, то есть артиклей вообще не будет, когда они теряют свое точное значение и выражают цель, до чего они предназначены. Когда эти существительные показывают конкретные объекты, в которых находится предмет, то артикли используются согласно общему принципу, что это значит. Итак, разберем на пальцах. School, college, university, church. Четыре вот этих слова. Есть set expressions, устойчивые выражения, которые используются либо с артиклем только, либо без артикля, с этими словами. Итак, to be at school, быть в школе, то есть учиться. To go to school, идти по направлению в школе, да, используется без артикля. To be at college, university, это означает быть студентом в этом college или university, без артикля. To be at college, university, без артикля. To leave school, это заканчивать. To finish, или бросать, drop, once studies, чьё-то обучение. To leave school, это говорим в школе пока, и выпускаемся, допустим, и используется без артикля. To be in church, или to be at church, это быть на service, на religious service, на службу. Или to go to church, направление идти в церковь. To go to the school, это я родитель, я не ученик, я там не учусь. Я иду к своему ребёнку, допустим. То есть, not as a pupil, допустим, строение. Я иду в школу. To go to the school. To leave the school, я выхожу из этой школы, из этого строения. Я родитель, я не ученик, я там не учусь. Следующее слово, это bed. To go to the... I'm sorry, guys, я не буду подписывать титрами, в принципе, слова знакомые. To go to bed, зачем его писать? И так понятно, да? Я думаю, вы не запутаетесь. To go to bed, это ложиться спать, без артикля, без ничего. To be in bed, это лежать в постели. To be in the bed, это имеется в виду именно мебель. Именно вот эта вот кровать, вот эта вот кориция, или как его назвать, простите? Вот именно здесь. To be on the bed, лежать на кровати, вот это уже всё, ничего. Следующие слова, это prison, они означают тюрьма. To be in prison, to be in jail означает to be a prisoner, быть въязвленном, I'm sorry, заключенным. To be sent to prison, быть отправленным в тюрьму, отбывать срок. To be put in prison, то же самое, что to be sent. И так, to be in prison, to be sent to prison, и to be put in prison, всё используется без артикля, потому что это всё касается именно заключённого. To be in the prison, это not as a prisoner. Посетитель, допустим, да, пойти в тюрьму, кого-то навести. To go to the prison, тоже нет, не as a prisoner, это просто строение, туда пойти. Вот, в принципе, и всё. На следующем занятии я хочу... А хотя зачем следующее занятие? Я расскажу сейчас о слове town, потому что оно такое маленькое, это значит, наверное, не было. Существительное town, когда используется с предлогом, используется без артикля. Что это значит? Есть всего-навсего два кейса. Больше не вспомню, пока только два. Использование артиклей с этим словом. Первое, когда мы имеем в виду the nearest town, самый ближний городок. If we live in the country, если мы живём в селе. Или маленький городок, где мы живём, мы имеем в виду you cannot go to town tomorrow. Завтра ты не можешь поехать в город. Вот, мы живём в селе, допустим, и нам нужно поехать в город. Это для нас, боже мой! You cannot go to town в таком плане. What can you have to do in town? Зачем тебе ехать в город? Что ты там будешь делать? То есть, in town это как у нас пойти в центр, да? In town, поехать в город. Второе значение, когда существительное town is opposed к существительному country. Противопоставлено. Что это значит? He wasn't used to country life. Haven't spent twenty years in town. Он был непривыкшим, он не привык к сельской жизни. Ведь в кантри есть страна, а в данном случае кантри это село. Да, у одного слова может быть несколько значений. Итак, he wasn't used to country life. Он не привык к жизни в деревне. Haven't spent twenty years in town. Проведя двадцать лет в городе. Горожанин. Вот так вот. Существительное town в основном используется с definite или indefinite article. С определенным или неопределенным артиклем в других случаях. Допустим, I want to go to the town where I was born. Я хочу поехать в город, где я родился. Так, то есть слово town используется в основном с артиклем э или за и без проблем. Но если вы имеете в виду поехать из села в город, боже ж мой, на променад, это будет to town. Если вы показываете сравнение между деревней, селом и городком, то этот town тоже будет использоваться без артикля. Вот запомните этот пример, the classic, he wasn't used to country life, having spent twenty years in town. Thank you. Сегодня хватит использования артиклей с names of meals с названием еды. Dinner supper будет. И я объединю это видео с названием языков, потому что оно тоже маленькое, чтобы плавно перейти на использование артиклей существительными, которые идут с adjectives, прилагательными, pronouns, местоимениями и нюнераллс числительными. И мы плавно тему артиклей и существительного закончим. Thank you very much. Хорошего всем дня. С первым всех апреля, потому что сегодня 1 апреля 2019 года. И увидимся. Хорошего всем дня. Пока.